В этом выпуске мы подводим итог ловушкам в итальянской партии Итак, первые ходы Е4, Е5, КНФ3, КНЦ6, С4, С5, С3, КНФ6, КНФ6, нападая на пешку Е4 Д4, ЕД, СД, СБ4 шаг, КНЦ3, КНЕ4, Рокировка, С3, КНЦ3, Д5 Как мы помним, этот ход ставит наибольшие проблемы перед черными Слон Ф6, Ладья Е1, КНЕ7, Ладья бьет на Е4, Д6 Этот ход обязателен, так как если черные, например, рокируют Белые сыграют, как мы помним, Д5, Д6 и блокируют ферзевый фланг черных Д6, СЛОН Ж5, СЛОН бьет на Ж5 Иначе СЛОН угрожает побить на Ф6 И у черных будут сдвоенные пешки Итак, СЛОН бьет на Ж5, КНЕ5 и рокировка И вот здесь белые играют КНЕ7, жертвуя фигуру, чтобы сохранить инициативу Что будет, если белые сыграют, например, вместо КНЕ7, КНЕ7, КНЕ7 Давайте посмотрим Вообще, в этой ситуации белые пожертвовали пешку ради инициативы И терять ее не имеет смысла Итак, КНЕ7, С5, ДС, БЦ, ладья Е1 Потому что угрожал ход Д6, Д5, вилка, ладья Е1, СЛОН Ж4, ладья С1 и Д5 Как мы видим, у черных вполне хорошая позиция и все возможности для атаки Итак, вернемся к рокировке И КНЕ7 бьет на Ж7 Король бьет на h7, черные принимают жертву Ферзь h5, шах, король g8, ладья h4, f5 Типичная защита в таких ситуациях Ферзь h7, шах, король f7, ладья h6, ладья g8 Пешка g7 связана ферзем Итак, что было бы, если бы, например, черные сыграли слон d7? Вместо ладья g8 черные сыграли слон d7 Тогда было бы слон e2 И от угрозы слон h5 очень сложно защититься Итак, черные сыграли ладья g8 Ладья e1, ферзь f8, слон b5 Белые отнимают у черного короля поле e8 Ладья h8 Черные в этой ситуации стремятся разменять активные атакующие фигуры соперника Что было бы, если бы, например, черные сыграли а6? Тогда ладья e на e6 А, б, ладья f6, шах, король e8, ладья бьет на f8, ладья бьет на f8, ладья e1 И у черных также игровая позиция и при правильной игре сторон партия должна закончиться в ничью Рассмотрим ход после слон b5, ладья h8 Ферзь бьет на h8 gh Ферзь h7, шах, король f6 Здесь еще черным не поздно было проиграть, например, сыграв Ферзь g7, ладья бьет на e7 Король бьет на e7 и ферзь бьет на g7, шах Итак, ферзь h7, шах, король f6 И здесь ладья e7 Ферзь бьет на e7 и ферзь бьет на h6 Вечный шах, ничья Вот такой форсированный вариант в итальянской партии мы с вами рассмотрели Ну а следующий дебют, к которому мы перейдем Это очень острый гамбит Эванса Смотрите в следующем выпуске Смотрите в следующем выпуске